Берлин Предприниматель из Москвы впервые попал в Берлин в качестве туриста. Пять лет назад он переехал сюда на постоянное место жительства. Я иду, вижу людей, которые сидят в кафе, и вот эта атмосфера некой легкости так заряжает. И вот я прихожу, действительно я прихожу на работу с удовольствием. То есть я прихожу не на работу, это просто получается, что это часть моей жизни. Я просто прихожу сюда жить дальше. Александр Гребенников в издательском бизнесе уже 20 лет. Его фирмы продолжают успешно работать в Москве и Киеве. В 2008 году он открыл в Германии новое издательство, которое специализируется на выпуске путеводителей на немецком языке. Предприниматель взял на работу 9 сотрудников. Почти все – немцы. С регистрацией это все делается буквально в день. Три дня рекомендуешь открыть счет банки и так далее. Это все делается очень легко, очень просто. Минимум формальности, никаких там сложностей, договор практически не нужен. То есть все это делается с леда. Проблемы возникли позже, когда чиновники отказались продлевать бизнесмену разрешение на пребывание, посчитав, что его фирма развивается недостаточно динамично. Доход постоянно растет, но прибыли бизнес пока не приносит. Конечно, это осложняет, собственно говоря, и миграцию, и ведение бизнеса, потому что два месяца почти шла нервотрепка. Разрешение на пребывание Александру Гребенникову все-таки продлили. После первых, не очень удачных шагов на рынке, он нашел собственную нишу – издание путеводителей по тематическим маршрутам. В перспективе бизнесмен хочет закрепиться на туристическом рынке. А дальше наша задача создать либо самим, либо с помощью различных партнеров максимальное количество сервисов под этим брендом. Например, турбюро или систему бронирования для путешественников. Предприниматель из России уверен, что уже через год его немецкий бизнес начнет приносить прибыль.